Александр Цыпкин, Вера Гамаюн. Тишина на задней парте. Вера Гамаюн. Изложение. По чтению задали повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Вообще-то мы должны это проходить в следующем году», — сказала классная по прозвищу «Морковка». «Ну, поскольку вы самый сильный третий класс в школе, мы попробуем в этом». Очередная неудачная идея морковки. Что с нее взять? Света прочитала только первую страницу. Про то, как главный герой нарисовал слона внутри удава. Но этого никто не понял. Тут ей захотелось спать. И она решила, что успеет прочитать остальное завтра в школе. Потому что летом занималась с дедушкой чтением на скорость. А еще надеванием боевой одежды и снаряжение на скорость. И поеданием обеда на скорость. С обедом удавалось справиться быстрее всего. На следующий день в школе прочитать тоже не получилось. Мама в кои-то веки могла отвезти Свету в школу. Однако машина не заводилась. И пришлось ехать на трамвае. Потом наступила перемена. Когда в буфете появляются пончики в разноцветной глазури. Они же донаты. И нужно бороться за них против всей школы. На всех не хватало. На следующей перемене Света дралась с кем-то из тройняшек Градовых. Из-за бегемотины. А дальше наступил сдвоенный урок по чтению. На первом уроке мы обсудим прочитанное. Объявила морковка. А на втором напишем изложение. В этот раз вы должны будете не только пересказать сюжет, но и в конце написать, что вы поняли из произведения. Какие у вас возникли мысли? У вас же возникли мысли? Да, ответил нестройный и неуверенный хор голосов. Откуда у тебя мысли, Градов? Крикнула Света, еще не остывшая от схватки. Бегемотина! Не остался в долгу Градов. Морковка гневно хлопнула ладонью по столу. Какой же это был из братьев? Витя, Вова или Веня? Они одинаково стриглись, одевались, носили одинаковые рюкзаки, тетрадки, пеналы. Даже ручки у них были одинаковые. Взрослые думали, это потому, что они очень любят друг друга. Но Света знала. Так им проще всех обманывать. Почему за таких вредных детей родителям дают сертификаты? Градовы хвастались, что их маму за них наградил губернатор. «Итак, кто такой маленький принц?» Спросила Морковка. Свети на однокласснике что-то мычали. В итоге выяснилось, что маленький принц пришелец с другой планеты. И у него золотые кудри. Света записала это и подумала, что, может быть, книга не такая скучная, как показалось сначала. «А зачем он путешествует между планетами?» Допытывалась Морковка. «А вы сами не читали?» Крикнул очередной Градов. И Морковка снова стукнула по столу. Отличница Ивлева предположила, что маленький принц любил путешествовать. Но это было верно лишь отчасти. На самом деле он искал смысл жизни. Света записала и это. И подумала, что книга все-таки скучная. «Эти герои!» «Король», «Пьяница», «Фонарщик», «Географ»!» Безнадежно бубнила Морковка. А Света записывала. «Раз предстоит изложение, надо хотя бы знать имена героев». Пока шло обсуждение, Морковка заметно погрустнела. Свете даже стало ее немного жаль. Видимо, их самый сильный третий класс оказался не таким уж сильным. И маленький принц на год раньше срока был им не по зубам. К концу урока Света знала, что у маленького принца случилась любовь с розой. Что на его планете были вулканы. Что главный герой разбился в пустыне на самолете. Еще была змея и лис. И какая-то крыса. Чем кончилось, она не поняла. Также Света записала мораль истории под диктовку Морковки. Мораль – это то, что автор хотел сказать своим произведениям. Автор «Маленького принца» хотел сказать, что должна быть любовь, дружба, забота о тех, кого любишь, и об окружающей среде. И что это ежедневный труд и ответственность. Перед вторым уроком Света думала прочитать краткое содержание истории в интернете. Но не смогла, потому что драка с Градовым, может быть, уже с другим, продолжилась. И вот, наконец, прозвенел звонок. Ученики расселись на свои места, достали листки бумаги. Нужно было писать изложение. И вот что написала Света. Дословно. Но ошибки исправлены. Главный герой. Тут Света поняла, что не знает имени главного героя. В повести он говорил «я», поэтому она назвала его в честь автора – Антуаном. Главный герой Антуан нарисовал удава, который съел слона. Никто не понял, что он нарисовал. Потом однажды он стал летчиком, летел над пустыней и разбился на самолете. Там он встретил маленького принца. Когда принц увидел его рисунок слона в удаве, то он сказал… Света задумалась. Что же мог сказать маленький принц? Он был пришельцем с другой планеты, который путешествовал между мирами, пока его корабль не разбился на земле. Это напоминало сюжет фантастического фильма или даже фильма ужасов. Света знала в них толк. Мама Светы работала медсестрой в больнице. Иногда у нее случались длинные смены по выходным. В такие выходные она приглашала посидеть со Светой своего брата, дядю Стаса. Дядя Стас родился на год раньше мамы, но у него не было ни жены, ни детей, и поэтому он всегда был совершенно свободен. Вообще-то мама просила его сходить со Светой в парк, в торговый центр или на худой конец, в музей. Вместо этого дядя приносил мешок вкусностей, которые всегда включали пару банок пива для него, большую бутылку Кока-Колы для Светы, чипсы. Они с дядей любили со сметаной, кукурузные палочки с сыром и жгучие сухарики с хреном. На закуску полагался шоколад, поскольку после сладкого опять хочется соленого. На закуску шоколада полагался арахис в хрустящей острой оболочке. Дядя Стас также приносил свой большой ноутбук, скачивал из интернета фильм, и они весь вечер смотрели кино на кухне. Света очень любила оставаться с дядей. Правда, у него была одна плохая привычка. Когда герой фильма ужасов вставал ночью сам не свой и куда-то брел в темноте после укуса монстра или других зловещих событий, дядя вдруг говорил «Так, сейчас из него полезет, иди в коридор и жди, я позову, когда можно будет». Света кричала «Нечестно!» и уходила в коридор, громко топая ногами от возмущения. Когда было особенно обидно, она прыгала в коридоре и орала, как двухлетние малыши в магазине, чтобы помешать дяде Стасу в одиночестве наслаждаться сценами ужаса. Вспомнив все фильмы, которые она смотрела с дядей, Света ясно представила, что сказал бы маленький принц, если бы был их героем. Она написала «Когда принц увидел его рисунок слона в удаве, то он сказал «Я мог бы быть в чертовом удаве, как чертов слон! Все на этой чертовой планете пытается меня сожрать, черт побери, чертов черт!» Теперь нужно было написать, кто такой маленький принц и как он оказался на земле. Из обсуждения в классе Света поняла, что в повести речь шла про любовь к розе и про вулканы. Про вулканы Света знала кое-что действительно ужасное из детской энциклопедии по геологии. Вот фонтан лавы из вулкана, долетев до неба, обрушивается вниз на склон и образуется пирокластический поток. Это раскаленная смесь газов, пепла и камней, похожая на чудовищную черную тучу. Она несется с огромной скоростью, сжигая все на своем пути. Люди, попавшие в поток, просто взрываются, как бешеные огурцы. Прочитав об этом, Света потеряла сон от страха перед потоком. Однажды она призналась в этом маме, и мама взяла передышку, чтобы подумать и изучить вопрос. Изучив, она сказала, «Вулканы есть не везде. У нас в Санкт-Петербурге их нет. Есть очень большие вулканы в других местах, которые могли бы нам навредить даже издали. Но ученые все время за ними следят, чтобы этого не случилось. Такие вулканы извергаются всего один раз в сотни тысяч лет, даже миллионы. При нашей с тобой жизни такого точно не случится». субтитры создавал DimaTorzok